Боевики обстреляли автобус с мирными жителями на Донбассе. Один человек погиб, еще один ранен. Это произошло в пункте пропуска Еленовка на временно неподконтрольной территории. В то же время по оппозициям украинских военных противник с начала суток огонь еще не открывал. О причинах затишье. Руслан Смещук с передовой. Передовые позиции за Попасной. Сейчас здесь сплошная грязь и большие лужи. На Донбассе сильно задождило, везде распутится. И добраться до передовых позиций часто можно только вот так вот на броне. А простой легковой транспорт туда просто не пройдет. Завязнет. Здесь до позиций боевиков около километра, поэтому они используют только крупнокалиберное оружие. У военных тоже есть чем ответить. Впрочем, из-за очередного перемирия украинское оружие пока молчит. Прямо наводка зарастает на них. Прямо зараз. Патрон патроннику завжди готовят до боя. Последние несколько суток активность боевых действий тут значительно уменьшилась. Причина резкие перепады погоды. От леденящего стекного ветра и вьюг до почти теплых весенних дождей, из-за которых на позициях образуется жидкая глина. Вночь там постреляют из ранка, а мы огонь не открываем. Мороз був так же, как нам, и им было холодно. И сегодняшний огонь прекратился так же, как холодно. Дуже было мороз. Зараз погода сильно изменилась. Идлига пошла, глина в стептане, и в окописи заваливается просто. Впрочем, расслабляться нельзя. Тут, как и в других точках зоны АТО, сейчас работают снайперы. Используют тяжелые крупнокалиберные винтовки. От попадания из них даже бронежилет не спасет. На других участках фронта тоже временная затишья. Плохая погода, как оказалось, лучший гарант соблюдения противникам минских соглашений и режима тишины. Руслан Смещук, Сергей Дубинин и Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер.